Каждый четвертый россиянин попадал в конфликтные ситуации с правоохранителями. Каждый десятый сталкивался с пытками с их стороны. Это данные опроса российской исследовательской организации «Левада Центр», проведенного еще в 2019 году. Социологи уверены, после начала полномасштабной войны России против Украины и ужесточения кремлевским режимом политических репрессий, ситуация не улучшилась. А россияне все еще не хотят ничего менять. Россия — это тоталитарная страна, это страна с политическим террором, это страна запуганных людей, запуганных и обработанных пропагандой. Значит, в свое время был такой один из как бы отцов-основателей еще советской, а потом российской социологии, профессор Шлеппентох. Вот я его читал работу одну, он описывал, как они пытались в Советском Союзе изучать общественное мнение. Пытались изучать, а потом поняли, что изучать-то нечего, что нет никакого общественного мнения, а люди просто им сообщают те ответы, которые они услышали по программе «Украины». Грубость, жестокость, алкоголизм, критика жертв насилия, осуждение слабости, полная покорность людям, наделенных силой. Все эти патологии общества в России называют традиционными ценностями и возводят в культ. Руководство страны-агрессора всячески подпитывает массовый страх перед властью и восхищение так называемой «сильной рукой» и для укрепления образа внешнего врага, и для более жесткого контроля над населением. Как только погибает какой-то там герой с точки зрения русских людей, ему сразу же делают иконы. Вот вы представьте, да, вот уже есть иконы Пригожьи. Была икона Стремаусова. Естественно, царя Николая II сразу же выглядели ран цветы. То есть получается, что те, кто правят русскими, это помазанники Божьи. И естественно, им и виднее, они и мудрее, они и сильнее. То есть им надо просто подчиняться. Но дело в том, что это не страх. Это просто рабская покорность. От Ивана Грозного до Сталина. Рабское мышление современных россиян обусловлено множеством исторических предпосылок. А потому желание Путина походить на Сталина – это попытка удовлетворить запрос российского общества, говорят социологи. Что касается перспектив, то я здесь отношусь. Я отношусь достаточно пессимистично и опять-таки склонен проводить исторические аналогии. Деноцификация нацистской Германии стала возможна только после поражения и установления контроля над Германией со стороны победителей союзников. Поэтому в Российской Федерации я не вижу перспектив для этого движения снизу. Нужны изменения режима. Многие мои коллеги-обществоведы исходят из того, что триггером к смене режима станет военная победа Украины на поле боя. Правозащитники, активисты и люди, способные на бунт, в России – редкость. Государство ставит вне закона саму их деятельность. Силовики их преследуют, вынуждают покинуть страну, привлекают к ответственности по сфабрикованным делам и ликвидируют целые организации. Поэтому кардинально изменить ситуацию способна только деколонизация страны-агрессора. Валерия Никипелова для телеканала Freedom.